В эфире новости экономики. С вами Александр Новиков. Здравствуйте. Выпуск представляет инвестиционная компания Финам. Мы все разные. Разные предпочтения и разные цели. Но способ достижения цели один. Финам предлагает решения для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели. Прошедшая неделя ознаменовалась долгожданной коррекцией на российских торговых площадках. Правда, назвать двухдневное снижение полноценной коррекции ничто не поднимается. Но хотя бы так, ведь до этого росли без особых причин очень долго. Впрочем, во второй половине недели попытались скорректироваться вниз и европейские индексы. Но, видимо, не найдя достойных поводов, вернулись к ленивому боковику. Действительно, изменения в сотые доли процентов даже как-то непросто комментировать. Единственное, что оправдывает инвесторов старого света, это отсутствие действительно важной макроэкономической статистики. Либо ее сугубо нейтральное содержание. А ежели и попадались цифры, выходящие за рамки обычного, то тут же находились другие, противоположного направления. Посему в течение всей недели Европа или чуть-чуть росла, или стояла на месте, ну и один разок немного снизилась. В отличие от Америки, которая строго изо дня в день ставит новые рекорды, чему способствует не только хорошая статистика, но и в большинстве своем отличные отчеты корпораций. А сейчас, напомним, США как раз самый пик корпоративных отчетов. Так что оптимизм наших заокеанских коллег понять возможно. В целом же для российского фондового рынка прошедшая неделя явилась неделей коррекции. И если в течение всей недели вполне прогнозируемым лидером снижения являлся проблемный банк открытия, то в пятницу вдруг рухнул магнит на плохой отчетности. Компания обновила прогноз основных результатов на 2017 год, в соответствии с которыми рост выручки в рублевом выражении ожидается на 8-10%. При том, что еще в июле компания озвучила прогноз, в соответствии с которым рост выручки ожидался на 9-11%. Оно и понятно, если покупать сразу по 500 с лишним магазинов в Сибири на сумму, равную годовой прибыли, да еще и вкладываться в их ребрендинг, и включение в систему логистики, управления холдинга, и не так вздробнешь. Остается надеяться, что инвестированные деньги потом вернутся с хорошей отдачей. Удачных вам инвестиций!